Четырехлетняя Арина Агапова вместе с мамой делают первые шаги по новому детскому саду Ивушка, где в ближайшие три года ребенок будет учиться находить со сверстниками общий язык и всесторонне развиваться. Для Елены Агаповой открытие этого детского сада решило главную проблему, с кем оставлять ребенка. Несколько лет, будучи москвичкой, она стояла в очереди в дошкольное учреждение, но так и не дождалась. Переезд в Химки решил эту проблему. Самое главное для меня сейчас это было, чтобы дочка ходила в детский сад, а я имела возможность ездить в офис, потому что бесконечно сидеть на удаленке невозможно. И благодаря тому, что нас взяли в Ивушку, мы теперь будем с детским садом и с постоянной работой. Да, Ириш? Новый детский сад Ивушка занимает весь первый этаж многоквартирного дома на улице 9 мая и является дошкольным отделением лицея номер 10. Здесь будут заниматься 135 детей от 2 до 7 лет. Посмотреть условия, пообщаться с родителями и сотрудниками сада приехал глава Химок Дмитрий Волошин. Детский сад соответствует всем современным требованиям. Здесь есть пищеблок, три группы с раздевалками, игровой, буфетной и спальными зонами. Кроме этого, есть комната охраны и актовый зал. А на улице большая детская огороженная площадка с игровыми элементами. Я попросил закрыть, потому что это тоже небезопасно. Дети будут переходить, а здесь получается проезжая часть. Как я понимаю, сейчас этот вопрос, мы его решили и теперь можем открываться полноценно. По словам Дмитрия Волошина, появление таких небольших мини-садов позволит быстрее разгрузить очереди в Химках. Мы открыли в прошлом году на Парковой детский сад на 250 мест, он мгновенно был загружен. Поэтому Ивушка сейчас на 135 мест открыт накануне. В этом доме это были помещения под торговлю. Мы переделали их под детский сад. Мы будем продолжать дальше открывать эти детские сады в рамках тех возможностей, которые есть у администрации. Появление мини-садов стало возможным благодаря пилотному проекту губернатора Московской области. По словам лидера движения общественной поддержки Химки Интересно Жить Елены Андреевой, этот мини-сад получился больше обычных. Сегодня коллеги спрашивали, много или мало детишек. Конечно, много. Потому что есть садики, которые открываются в жилых домах и группы там 35-40 человек. Достаточно большой детский коллектив, слаженный педагогический коллектив. И самое главное, что безопасные стандарты для развития наших детей. По словам члена движения общественной поддержки Химки Интересно Жить, директора 40-го детского сада, расположенного по соседству Татьяны Недосвети, такой большой мини-сад жители новых Химок ждали с нетерпением. Наш микрорайон очень густо заселен. Потребность в детских садах всегда есть. Поэтому это очень значимое событие. Тем более в новом микрорайоне, в новых домах, где появились новые жильцы и, конечно, с детьми. На строительство этого детского сада из областного и местного бюджетов выделили более 22 миллионов рублей. Всего в 2021 году в Подмосковье откроют около 30 мини-садов на 2500 мест.